Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня гость открытой студии, эксперт по Франции, ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук, кандидат политических наук Сергей Матвеевич Фёдоров. Вести программу буду я, Богдан Беспалько. Здравствуйте, Сергей Матвеевич. Добрый день. Отгремел первый тур выборов президента во Франции и лидирует беспартийный центрист либеральных взглядов Эммануэль Макрон. Следом за ним идет Марина Лепен, глава Национального фронта. Скажите, что должно случиться, чтобы именно Марина Лепен въехала в Елисейский дворец? Тем более, что все кандидаты в президенты, которые остались позади этих двух лидеров, это Меланшон, это Фион, это ОМОН, будут голосовать за Макрона. Ну, может быть, только Меланшон не будет призывать своих избирателей голосовать за Макрон. Ну, вы, собственно говоря, в своем вопросе уже дали ответ, что может случиться. Случиться вряд ли может что-то экстраординарное, чтобы поменял расклад сил, который сложился по результатам первого тура выборов. То есть, Лепен не выиграет? Ну, если говорить без экивоков и, так сказать, просто чисто арифметически посмотреть, как складывается расклад электората после первого тура выборов, то, конечно, шансы у Лепен минимальные. Ну, так сказать, посчитаем на пальцах, и арифметика не хитрая. Вот, даже если в процентах считать. Макрон, значит, 24%, Марин Лепен 21% с чем-то. Ну, будем даже считать, пусть 22%. Разница 2,8%. Да, вот, соответственно, во втором туре, значит, победитель должен взять более 50%. Вот, значит, Фион призвал своих сторонников голосовать за Макрона. Это примерно 20%, условно говоря. Даже с учетом того, если это будет не все они проголосуют, а, допустим, только половина или там, в общем, 60%, одна треть, согласно опросам, может проголосовать за Лепен, кстати говоря, правых республиканцев. Вот, но все равно это где-то, допустим, больше 10%. Дальше мы берем Меланшона. Это тоже порядка, условно, 20%. Если половина этого электората, и даже больше Меланшона, скорее всего, будет голосовать за Макрона, то это тоже еще прибавляйте к этому 10%. Соответственно, ОМОН, крайне левый, не крайне левый, значит, официальный кандидат в соцпартии, понятно, что все будут поддерживать Макрона. Вот если вот такой расклад немножечко посчитать арифметически, то получается, что Марин Лепен во втором туре может рассчитывать на поддержку где-то примерно, в лучшем случае, 40% избирателей. И, соответственно, соотношение сил во втором туре голосов, поданных за того и другого, будет примерно с 40% к 60%. Вот это максимум, на что может рассчитывать Марин Лепен. Поэтому, чисто арифметически, независимо от того, как мы относимся к этим кандидатам, победа Марин Лепен представляется крайне проблематичной. Сергей Матвеевич, ну что-то может произойти такое, что вдруг резко увеличат шансы Марин Лепен на победу. Ну вдруг произойдет какой-нибудь отвратительный теракт, например. И это возмутит французов, и они все-таки прислушиваются к ней. Вы знаете, ну конечно, несомненно, вот эти ужасные теракты, которые были и с 2015 года практически, да и накануне первого тура выборов, конечно, они, в общем-то, идут как бы всегда в пользу правых и крайне правых представителей политического спектра Франции. Потому что они, понятно, выступают за более жесткое регулирование миграции, жесткую борьбу в наведении порядка, твердую руку. Все это многих, конечно, привлекает, и поэтому, по идее, если, так сказать, цинично рассуждать, то вот эти, значит, ужасы, они больше, как бы, играют в пользу правых. Но, тем не менее, есть, очень, так сказать, фактор, такой более существенный, который позволяет понять, почему большинство французов все-таки не голосует за Марин Лепен. Потому что эта партия очень к ней неоднозначно относятся французы. Да, она пользуется поддержкой третьей практически населения, ну, может, поменьше немножечко, но, тем не менее, вот этот имидж партии нерукопожатной, значит, экстремистской, националистической, он присутствует. И многие французы боятся этой партии, хотя, в общем-то, и многие выражают это симпатией. Поэтому вот это отношение неоднозначное. И во Франции есть такое понятие, как республиканский пакт. Вот, собственно говоря, считается, что, значит, многие, вернее, оппоненты Марин Лепен считают политически, что как раз эта партия не соответствует или мало соответствует республиканскому пакту. Хотя, конечно, это все больше, так сказать, политиканства. На мой взгляд, если посмотреть, чем она не соответствует, мы не найдем, пожалуй, этого несоответствия. Та же Марин Лепен уступает и за демократию, вполне, так сказать, за все республиканские ценности. Но, тем не менее, вот этот момент присутствует. То есть, это больше имидж, чем содержание партии? Это больше имидж. Эта партия, надо сказать, ушла успешно от этого имиджа в течение нескольких лет в центр, если хотите. Она открестилась от Папы Лепена, который, как известно, ну, так сказать, политикан был таким неоднозначным. Часто допускал мало политкорректные, значит, высказывания антисемитского иногда характера. Там про, например, Вторую мировую войну, известно, что он говорил, вернее, неудачно выразился, сказал, что газовые камеры и кослагеры, это был такой незначительный эпизод Второй мировой войны. Конечно, это французов возмущает. Поэтому вот эти все моменты, как бы родимые пятна национального фронта, они до сих пор присутствуют в сознании большинства французов. Поэтому даже по опросам общественного мнения, порядка 57% французов говорят о том, избирателей, что они ни при каких условиях не будут голосовать за национальный фронт. Вот это, собственно, фактор, который много объясняет. Сергей Мятвеевич, ну вот некоторые эксперты считают, в том числе это высказал мнение и Алексей Пушков, что сейчас произошло все-таки знаменательное событие. Во Франции вперед вырвались те партии, которые раньше не являлись основополагающими, системными. И Макрон, и Липен их представляют. Что еще можно представить в качестве итогов первого тура президентской гонки, кроме того, что вот именно эти партии стали сейчас лидерами? Вы знаете, ну вот как раз и любая президентская компания, она имеет свое лицо, свои какие-то особенности. Но нынешняя компания, она действительно отличается, пожалуй, кардинально от многих других компаний, которые были раньше. Вот здесь невольно хочется перефразировать известный афоризм незабинного нашего Черномырдина, который говорил и сказать, что во Франции такого не было никогда. Ну, не знаю, вдруг опять не знаю, как, но такого не было никогда. Ну, сами представьте, значит, идут президентские выборы во время чрезвычайного положения. Впервые в истории Пятой Республики президент не выдвигается на второй срок. Впервые доходят до финала практически четыре кандидата ровень в ровень, где-то разрыв там 2-3 процента. Вот впервые, опять-таки, побеждают несистемные кандидаты, которые практически, ну, так сказать, никогда не были у руля государства. Ну, Макрон, да, там два года был министром экономики, но, тем не менее, Марин Липен евродепутат, но, тем не менее, опыта руководства страной, такой есть, как у Фиона, конечно, у них не имеется. Вот поэтому и для французской политической системы, конечно, это, ну, если не удар, то встряска. Поэтому, как будет дальше, смогут ли французские институты при таком раскладе политически нормально функционировать? Вот здесь многие политологи, аналитики задаются большим вопросом. Скажите, Сергей Матвеевич, в чем сильные и слабые стороны Макрона и Марин Липен? Собственно говоря, к чему они будут стремиться, к движению против ЕС или же, наоборот, к развитию этого института? Ну, с Марин Липен, я думаю, более-менее все ясно, у нее позиция однозначно, твердая, да, она евроскептик. Хотя, тоже здесь не надо говорить, что вот она против Европейского Союза. Она не против Европейского Союза, она за Европейский Союз, за сотрудничество европейских стран, народов. Но на принципах суверенитета. Вот, собственно говоря, это, можно сказать, более галлистская позиция, чем у Макрона, если судить. Поэтому она считает, что нужно поставить вопрос о членстве Франции в ЕС на референдум. И уже народ пусть вышел на свое мнение. Так что здесь не надо передергивать позиции той же Марин Липен. Она не какая-то упертая, так сказать, антиевропейстка. Опять же, это имидж, а не ее содержание. Конечно. Этим пользуются противники. Говорят, что вот она хочет разрушить, везде выйти, что это автарки, это, значит, 19-й век. Да, это такие страшилки в ее адресы. Поэтому, может быть, среди слабых сторон Марин Липен, я бы все-таки отметил ее экономическую программу. Потому что, по большому счету, какого-то большого, так сказать, содержания в этой программе мы не увидим. Это, в основном, рассуждение о том, что нужна суверенная экономика, нужно не допустить влияния во Франции международного капитала, международных компаний. Транснациональных корпораций. А? Транснациональных корпораций. Транснациональных корпораций. Но в современном мире глобализованном, знаете, тяжело, конечно, эту программу осуществить, прямо скажем. То же самое ее, значит, тезис о выходе из евро, о создании суверенной валюты. Ну, теоретически, может быть, да, но практически это мало осуществимо. И если учесть, что большинство французов, несмотря на евроскептицизм, не хотят ни выхода из ЕС, ни из выхода евро, это, конечно, контрастирует с мнением большинства французов. Вот, поэтому, ну, и надо сказать, что и Марин Липен уже в ходе вот этой президентской кампании, она немножко смягчила свои вот эти лозунги по поводу выхода из ЕС, по поводу зоны евро и прочее. Но, тем не менее, какой-то цельной экономической программы, я бы сказал, что ее, так сказать, были опубликованы, не помню, там, сто с чем-то тезисов ее программы, там, конечно, какой-то цельной такой экономической стратегии не проглядывается. А что у Макрона? А Макрон в этом, да, вот, собственно, осильные стороны, то, что она, так сказать, пламенный патриот, она выступает за традиционные ценности, она болеет за судьбу Франции, вот, это привлекает народ. Ну, и она, конечно, предлагает такие, может быть, жесткие меры, которые тоже находят отклик у людей, особенно страдающих от глобализации, которые трудно живут. Ну, в хорошем смысле, она, так сказать, правый популист, но в хорошем смысле, потому что любой политик такого уровня, который участвует в президентской кампании, что, собственно, о чем и говорила та же Марина Лейпен, он неизбежно имеет какой-то налет популизма. Ее не сравнивают во Франции с Жанной Дарк? Ну, не знаю, может быть, она и хотела, потому что это всегда была у франтистов такая, так сказать, символичная фигура, символ Франции, праздник там устраивали ежегодно. Ну, не знаю, может быть, кто-то и сравнивает, я не встречал таких сравнений. Что может Макрон предложить в качестве сильных сторон? Макрон в качестве сильных сторон, все-таки, это политик, который два года был министром экономики, он понимает не по книжкам, а на практике, значит, экономические законы и проблемы сложности. И, кстати, у него в этом плане, у него все-таки такая, ну, мягко либеральная, я бы сказал, стратегия экономическая, которая во многом, кстати, перекликается с тем же Фионом. Это необходимость экономии, значит, государственных расходов, сокращения, которые неизбежно Франция должна будет осуществить для того, чтобы, значит, наконец-то выйти на приемлемые проценты дефицита госбюджета. А я напомню, с 80-х годов французский бюджет, не было ни одного года, чтобы этот бюджет был бездефицитным. Поэтому необходимо будет снижать бюджетный дефицит, необходимо будет, значит, уменьшать внутренний государственный долг, который уже подобрался к 100%. Это неизбежно, кто бы ни пришел в Есейский дворец в качестве, так сказать, не встал руля государства, будет вынужден вот эти макроэкономические пропорции привести в какое-то более-менее соответствие на нормальном уровне. А для этого потребуется, естественно, сокращение госрасходов, прежде всего. Поэтому я думаю, что в этом плане, в экономическом, Макрон вполне, так сказать, адекватен современной ситуации. И его программа нацелена на то, чтобы вывести Францию на более стабильное развитие, усилить конкурентоспособность французских предприятий. Не только, как Марин Липпин делает ставку на малый и средний бизнес, давая ему, так сказать, привилегии, заботиться о нем, но в целом рассуждая о французской экономике и о ее проблемах. Сергей Матвеевич, ну вот Доминик Фарш говорил о том, что во Франции довольно высокий уровень безработицы, там от 7 до 9 процентов. В молодежной среде еще выше. Да, практически 10 процентов, ну так округляя. Но ведь это же тоже, собственно говоря, следствие работы Министерства экономики, в том числе того же Макрона. Несомненно, поэтому и слабо, если говорить о слабых сторонах Макрона, то есть в теории все, так сказать, более-менее знатоки, пытаются свои предложения. Довести до широких слоев, что называется, населения. Но вот слабые стороны, от которых, собственно, все время дистанцируется Макрон, ему говорят, ну ты же был в правительстве Вальса и все, и, так сказать, при Оланде. Значит, все то, мягко говоря, не очень удовлетворительные итоги правления, значит, и ты занешься ответственность. На что он говорит, что, ну знаете, поток поскольку, я там два года был и вовремя ушел. Поэтому это, конечно, его слабая сторона. Здесь его можно обвинить, что он принадлежит той же компании, когда говорят, что это, значит, или клон Оланда, или продолжение курса Оланда. Но в какой-то степени это так. Сергей Матвеевич, ну вот во Франции тоже не удалось обойтись без русского следа. То есть, если там США русские хакеры, здесь есть тоже русская карта. Соответственно, во Франции пытались эту карту разыграть. Удалось это сделать или нет? Ну, я думаю, не в полной мере. Ну, был такой эпизод, я бы сказал. В общем-то, естественно, такой паранойи с русскими хакерами, как в Соединенных Штатах, понятно, не было. Но, тем не менее, штаб Макрона, значит, делал такие заявления, что якобы, значит, сайт, то есть, не сайт Макрона, а, значит, штаб Макрона говорил о том, что были атаки, значит, хакеров на их сайт, на информационные ресурсы. Значит, но странное тоже обвинение, потому что они подсчитали, что, значит, 14 тысяч атак, причем, значит, половина, они зафиксировали, что это было с территории Украины. Когда спросили, а почему обвиняете Россию, то сказали, ну, понятное дело, как же сказать, как они могут быть вообще сомнений, что это русские хакеры. Вот, но, на мой взгляд, обвинения, то есть, мало что обоснованные, вот за этим, кстати говоря, после вот этого, значит, такого огласки, значит, со стороны штаба Макрона, Алан тоже вступился вдруг в обширном интервью, которое он дал накануне саммита, не саммита, есть там, по-моему, четыре основных страны есть, встречались в Париже. Вот, он, значит, высказал мнение, что Россия вмешивается во внутренние дела Франции, и что это вообще нехорошо, и что, хотя, конечно, Советский Союз не, значит, рычаги, как бы, инструменты вот этого влияния, они изменились, но это все вот такое же продолжение, как и было при Советском Союзе. Опять-таки, голословное обвинение, на чем... Доказательств нет. А? Доказательств нет. Доказательств нет, но это, знаете, как доказательства, как вот американцы рассуждают, можно почитать, там, французских сенаторов, французских этих самых конгрессменов американских, которые вели там, значит, расследование, что мы, конечно, не знаем, но мы уверены, что это русские. Вот доказательства такого плана. Но в целом-то это повлияло как-то на исходы выборов, вот заявление штаба Макрона и самого Алланда? В целом, я думаю, не повлияло это никаким образом на выборы, и эта тема ушла быстро, кстати. Какое-то заявление было, потом всерьез, конечно, это никто не воспринял. Сергей Матвеевич, а зачем ли Пен приезжала в Москву? Вот мне очень сложно представить, что было бы с Трампом, если бы он перед выборами вдруг решил просто съездить в Москву. Вы знаете, ну вот, да, вопрос такой, что называется, интересный. Но я думаю, что, во-первых, это демонстрирует то, что Марина Липен была уверена в своих силах и в своем электорате, и не побоялась приехать в Москву, в отличие от многих других, потому что, несмотря на демонизацию России, демонизацию Путина, она, тем не менее, не побоялась приехать в Москву, и ее рейтинг, кстати говоря, не понизился, вот, насколько, если можно судить по дальнейшему, так сказать, развитию президентской кампании. Вот. Ну, Марина Липен, во-первых, она не только приехала в Москву и встречалась, была принята, значит, президентом нашим, но и она до этого была, и, значит, в Африке ездила, встречалась на высшем уровне с президентом Чада, если не ошибаюсь, была она также в Ливане. Вот. Я думаю, что для нее было важно выйти как бы на международный уровень и показать, что она та политическая фигура, которую уже, ну, говорит, которую принимают на, так сказать, президента на высшем уровне, что это действительно уже состоявшийся президент не только, не состоявшийся политик высокого уровня не только у себя в стране, но и в международной арене. Вот мне представляется. Хотя, это главный смысл. Хотя, конечно, если подсчитать те же французские СМИ, понятно, что там сразу пошла речь о деньгах, что Марина Липен приехала, чуть не просить здесь деньги и прочее. Ну, это... Ходили сплетни, что какая-то банковская группа выделила ей крупный кредит? Нет, ну, действительно, она брала, она, по-моему, сама говорила, что она брала у Российско-Чешского банка, по-моему, такой был, но сейчас, насколько я понял, обанкротился этот банк. Думаю, не вследствие, значит, кредит, который дали Марин Липен, но тем не менее. Но она это объясняла тем, это было, по-моему, несколько лет назад, она это объясняла тем, что французские банки и европейские не давали ей кредита. Поэтому ей приходилось искать на стороне, где-то вне пределов ЕС, возможность, так сказать, получить займ какой-то. Франция – это один из бенефициаров Евросоюза, два двигателя – Франция и Германия. И Франция, как и, впрочем, Германия, входит в трехстороннюю контактную группу нормандского формата. Скажите, вот в зависимости от итогов выборов, как будет продолжаться дальше работа трехсторонней контактной группы в Минске? Вы знаете, ну, я думаю, что в любом случае этот формат сохранится, хотя бы потому, что другого формата нет. Это единственная площадка, где все-таки и Россия, и Запад, ну, Европа, я имею в виду, могут встречаться, ну, с участием, понятное, Украины, могут встречаться и искать какие-то развязки. Пусть это делать сложно, но, тем не менее, альтернативы нет. Вот, поэтому, я думаю, в любом случае этот формат сохранится и при новом президенте Франции, тем более, что Макрон, он, кстати говоря, тоже в этом плане, в его программе заявление по России, что вот, значит, с Россией нужно разговаривать, это важный партнер, хотя и с позиции силы нельзя русским уступать, надо, так сказать, отставить свою твердую линию. И в этом плане он связывает, ну, традиционная позиция Запада, связывает отмену санкций с прогрессом в Минских договорах. Связывая, значит, выполнение Минских договоров исключительно с Россией, понимаете, что само по судьбе тоже абсурд и говорит об уровне понимания Макроном или его, так сказать, советниками ситуации вокруг Украины. Поэтому я думаю, что нормандский формат сохранится, ну, в силу вышеуказанных причин, но ждать какого-то прорыва более адекватного анализа ситуации со стороны наших западных партнеров в ситуации на Украине и вообще причин этого кризиса, ну, мне кажется, это не стоит строить иллюзии какие-то. Ну, а если все-таки гипотетически, допустим, он решит реализовывать это право, разговаривать с Россией с позицией силы, может быть, он предоставит Украине летальное оружие, там, не знаю, танки, новейшие или клей? Нет, я думаю, это исключено, потому что, значит, это, во-первых, потребует и разрешения или одобрения парламента, а парламентские выборы последуют за президентскими и в июне совершенно, в первой главе июня, и, скорее всего, там победит, конечно, республиканцы. И в этом, я немножко ушел, так сказать, от ответа на вопрос, и в этом плане тоже судьба того же Макрона политическая будет очень ограничена, если хотите, и подвешена в связи с тем, что, вероятнее всего, парламент будет оппозиционный. И мы выходим на такую формулу уже, которая была во французской истории Пятой Республики три раза, это политическое сожительство одного президента, скажем, центриста или левоцентриста, близкого к социалистам, и правых, которые, вероятнее всего, будут доминировать в парламенте. Поэтому здесь тоже такая ситуация, которая не облегчит судьбу вообще проведения реформ во Франции. И что касается того же, значит, ситуации по, значит, Украине, по, значит, вы говорили о, может быть, более жесткой позиции, жесткой позиции не в плане Украины, а просто в переговорах с Москвой. Вот о чем, собственно, говорил Макрон, что нужно оставить свои интересы, подчеркивая, европейские интересы, подчеркивая, что, значит, ценности, так называемые, европейские и российские, они далеки друг от друга, и мы, в общем-то, две разные цивилизации, поэтому мы должны защищать свои, прежде всего, ценности, показывая Москве, что мы в этом плане защитники Европы, европейских ценностей. Кто в европейском доме хозяин? Сергей Матвеевич, ну такой вопрос, а затрагивают ли в рамках экономических программ и Лепен, и Макрон, скажем, вопрос санкций против России? Ведь они же болезненно ударили по экономике Франции. Да, но, в принципе, такой вопрос не всплывал вообще. Ни у Лепена, ни у Макрона. Ну, говорили о санкциях, но именно санкциях в контексте украинского кризиса, потому что, как известно, европейцы, ЕС ввело эти санкции в ответ на действия России на Украине. Поэтому оборотная сторона этих санкций не обсуждалась. Хотя, по идее, даже Макрон, когда он был с визитом в России будущим министром экономики, он встречался с французскими бизнесменами. И, как они говорят, что он вполне, так сказать, адекватно говорил, что санкции эти вообще следует отменить. Но, вернувшись из Москвы, и тем более в ходе президентской кампании, он, конечно, понятно, с такими заявлениями не выступал, поддерживая, так сказать, оставаясь в таком в мейнстриме западном, западноевропейском и вообще западном в целом. Поэтому здесь надо понимать, что одно дело президентская кампания, лозунги иногда жесткие по отношению в том числе к России, и другое дело реальная политика. И опыт исторический подсказывает, кто бы ни был в Елисейском дворце, какие бы он, скажем, малоприятные для нас тезисы не выдвигал, придя к власти, люди все-таки, главы государств, в том числе и Франции, это люди адекватные, прагматичные, и поэтому здесь неизбежно, значит, без России им не обойтись, и в Европе, да и в решении всех горящих таких сложных международных досье. Россия это тот игрок на международной арене, без которого никто не обойдется. Поэтому вынуждены будем искать какие-то компромиссы, вести переговоры, в том числе и по европейской проблематике. И в этом плане Франция, конечно, опять-таки повторяю, кто бы ни был у руля этой страны, наш важнейший партнер, и мы, основываясь в том числе и на традиционно таких глубоких и во многом даже дружеских отношениях с этой страной, я думаю, что мы в любом случае выйдем на позитивную какую-то дорогу развития наших контактов. Сергей Матвеевич, ну вот было очень много надежд, связанных с Дональдом Трампом, даже рукоплескали его избрание. Но вот эффект трампизации, он носит обратный характер. Человек, придя к власти, столкнулся с тем, что ни одно из его предвыборных обещаний выполнить невозможно. Вот не окажется ли, что, скажем, придя к власти гипотетически Марина Липен, она превратится в такого маленького Трампа? Вы знаете, ну делать вот такие сравнения Соединенных Штатов с Европой, этим боем с Францией, на мой взгляд, не совсем корректно. Потому что совершенно разные условия, совершенно разные политические системы, ментальность разная, да и страны разные. Вот Соединенные Штаты, так сказать, сами по себе. У них первая держава экономическая и военная, поэтому у них свой путь и свои представления о их роли в мире. Я имел в виду, нет. Я имел в виду, в общем, что может произойти трансформация политика, которая является вроде бы предпочтительным для России, на самом деле потом будет проводить политику. Ну, несомненно. Ну, во-первых, надо все-таки понимать, что Франция, хотя считается президентской республикой, тем не менее это смешанная республика, это парламентская и президентская, да, с очень сильным президентом. Поэтому, так или иначе, здесь важна роль парламента, как он будет осуществлять политику. И поэтому, конечно, несомненно, есть какие-то ограничители, сдержки у любого, даже у первого лица государства. Поэтому, ну, конечно, можно гипотетически фантазировать, что будет делать Марина Липен, если она придет к власти. Но я все-таки считаю, что это будет чересчур уж фантастические, как сказать, рассуждения. Потому что, повторюсь, плохо ли, хорошо ли, но вероятность победы Марина Липена во втором туре крайне маловероятна. Минимально. Но можно ли сказать, что она предпочтительнее для России, чем Макрон? Ну, несомненно. Здесь, так сказать, что же лукавить. Понятно, что Марина Липен, ну, естественно, что не надо думать, что это какой-то, так сказать, кандидат Кремля, что называется. Она кандидат французского народа, что она все время подчеркивает. Для нее интересы Франции прежде всего. Поэтому, но она не раз высказывала и симпатии к нашей стране. Однозначно высказывалась по проблеме Крыма, по поводу и украинского регулирования, да и по всем другим таким сложным международным проблемам, как сирийский, например, конфликт. Считаю, что борьба с терроризмом это приоритет. Трамп то же самое заявлял. То же самое заявлял, но, тем не менее, например, в части создания какой-то международной коалиции, я думаю, Марина Липен, конечно, имеет в виду коалицию не западную, о чем все время говорит Макрон, подразумевая под этой коалицией именно западный альянс, а альянс всех сил, включая Россию, Иран и других мощных игроков в этом регионе. Сергей Матвеевич, у Макрона есть еще особенность его личной жизни, которая стала достоянием сейчас общественности. Супруга, которая значительно старше, это у многих вызывает недоумение, но некоторые вопросы, по крайней мере, в нашей стране, достаточно, несмотря на все достижения свободы, консервативные. Как это можно объяснить, что это вообще значит? Вы знаете, ну, здесь невольно, так сказать, контрасты такие. Самый молодой президент, ему 40 лет, нет, с не очень молодой женой, как бы, такие, вот, изначально. Вы знаете, ну, конечно, не совсем, наверное, благовидная роль, может быть, это больше, так сказать, для глянцевых журналов каких-то, с желтым оттенком, так сказать, рассказа о личной жизни Макрона. Вот, ну, конечно, у простого рядового человека, по крайней мере, в нашей стране, вызывает, ну, некоторое удивление его личная жизнь, странная. Вот, но, думаю, для французов это не самый злободневный сюжет, вот, все время повторяю, что отношения, какие-то, так сказать, амурные похождения, личная жизнь, для французов, все-таки, это сюжет такой, который не очень сильно влияет на их политические... Они прощают эту политику. Да, они, так сказать, на их политические взгляды, или, так сказать, симпатии. Вот, поэтому, представить, что во Франции такая история, например, которая случилась с Биллом Клинтоном и Моникой Левински, трудно очень предположить, что такое могло быть во Франции. По крайней мере, это прошло бы незамеченно. Вот, поэтому, я думаю, что, между прочим, вот, оставшиеся недели, две недели, уже меньше до выборов, наверное, эта тема, связанная с личной жизнью Макрона, вновь появится на поверхности. Может быть, и во Франции тоже. Может, она сработает, наоборот, в его пользу. Может быть, и так. Но, повторяю, что это все-таки не тот сюжет, который мог бы, ну, так сказать, повлиять на ход избирательной кампании. Это, скажем, вот, компромат на Фиона, это действительно был, действительно, такой залп из тяжелой артиллерии, который практически, ну, уничтожил, если так можно сказать, Фиона как политика. Хотя он до последнего сопротивлялся, проявил мужество, борьбу. Но, увы, этот компромат, конечно, его, на обочину, так сказать, сместил, на политическую обочину. Но последний вопрос. Во Франции есть большая русская диаспора. Как вы думаете, кому она даст предпочтение? Липен, Макрон? Вы знаете, ну, трудно сказать о большой русской диаспоре во Франции. Ну, и потом, к сожалению, нельзя сказать, чтобы русская диаспора во Франции была такой объединенной какой-то, и как русская комьюнити, условно говоря. Поэтому люди, думаю, голосуют по-разному. Тем более, если взять, так сказать, французов русского происхождения, многих из них уже, ну, поскольку Русь... Носят русские фамилии, но не говоря даже по-русски. Поэтому я бы не стал говорить о предпочтениях русской диаспоры какой-то во Франции. Люди голосуют по-разному. Но я все-таки полагаю, что российские корни все-таки больше, наверное, французы российского происхождения склонны к традиционным ценностям, к традиционным отношениям. И в этом плане, в хорошем плане, консерватизмом ближе, чем такие какие-то либеральные и фантастические теории, которые, может быть, ближе Макрону. В этом плане мне представляется, что многие из них, может быть, и будут голосовать за Марин Липен. Я не исключаю это. Спасибо. Сегодня гостем открытой студии был эксперт по Франции, ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук, кандидат политических наук Сергей Матвеевич Федоров. Спасибо, Сергей Матвеевич. Спасибо вам.